Японец Судо и рестлер Баттербин пусть и одного роста, зато второй тяжелее более чем на 100 килограммов. Но в этом неравном бою американца как раз-таки и подвела его тучность, когда Судо уронил Баттербина безапелляционным болевым приемом. Да, Судо явно подкинул рестлеру мотивацию немного похудеть. Для многих подраться в новогоднюю ночь – традиция, но не всем так повезло, как Фёдор Емельяненко, чей бой с бразильцем Зулу, который выше Фёдора на две головы и тяжелее на пару десятков килограммов, транслировался на весь мир. Но насладиться шоу у зрителя особо не вышло. Русскому императору понадобилось всего лишь 26 секунд, чтобы замочить здоровяка и нанести первое поражение в его карьере. Но слишком быстрая очевидная победа произошла в бое между здоровяком Бобом Сапом и беднягой Киёши Тамурой. Как только все услышали гонг, Сап набросился на Тамуру и своими огромными руками за пару секунд повалил Японса на лопатки. Тот случай, когда зритель мог моргнуть и пропустить весь бой. А вот здесь куда более мелкие габариты бойца Томпсона ему пошли на пользу. Он стал победителем боя с гигантом Силвой, чей рост превосходит отметку 2 метра 20 сантиметров. Благодаря техническому нокауту после череды резких ударов, на которые Силве было сложно среагировать. Скорость оказалась намного важнее размеров бойца. В абсолютное безумие превратился изначально сумасшедший бой между гигантом-рестлером Великим Кхалли, чей рост превышает отметку в 2 метра 20 сантиметров, и беднягой Карликом. После жалких попыток ирландца сделать хоть что-то, гигант просто снес его одним подзатыльником. А после этого на ринг вырвался тренер Карлика и неожиданно пнул индийца в пах. Настоящий фарс, возможный только в рестлинге. Здесь великому Кхалли противостоял уже более грозный соперник. По крайней мере, Рэй Мистерио доставал Кхалли головой до груди. Бой тоже превратился в избиение младенца. Карли несколько раз выкинул Рэй из ринга, а затем поднял его над головой и мощно бросил на пол, уже не дав шанса бедняге оклематься. Казалось бы, в таком спорте, как Сумо, сложно увидеть неравный бой. Но здесь чешский боец Токанояма не весила 100 килограммов, в то время как вес его оппонента превышал 180. Но задавить рельефного японца не получилось. Напротив, он одолел гиганта менее чем за минуту и молча шел с ринга. Крутые парни не оборачиваются на взрыв. Еще один случай, когда куда более внушительный вес оппонента не испугал бойца. Рэнди Кутюр повалил и не оставил шансов массивному Джеймсу Тони, явно не ожидавшему такой прыти от зверски настроенного Кутюра. Мощно! Эммануэль Ярбора – самый тяжелый атлет в истории, с ростом более двух метров и весом почти в 400 килограммов. Почти все бои с ним неравные, но здесь против него и вовсе вышел смельчак с ростом 175 сантиметров и весом менее 100 кило. Непонятно, на что он рассчитывал. Ярбора просто повалил его и пролежал на нем минуту, после чего бой был завершен. Интересно, букмекерские конторы вообще принимали ставки на этот бой? В этом поединке сошлись совсем разные бойцы – муай-тай и кикбоксинга, а разница в росте составила почти 40 сантиметров. Более мелкий Каеннер Син, который весит на 80 килограммов меньше, сопротивлялся почти 10 минут, но в итоге габариты Хонгмана дали о себе знать. Знаменитый бой начала нулевых. Владимир Кличко не только был тяжелее и выше на 15 сантиметров лаймана Брюстера, но и считался более мастеровитым боксером. Однако Брюстер за несколько раундов измотал знаменитого боксера и не оставил шансов более рослому сопернику. Безоговорочная победа и золотой бой в истории бокса. Бой бой бойца джиу-джитсу против бойца сумо не может не привлечь внимания, а уж тем более, если сумоист превышает в весе соперника почти в три раза. Сумоист был явным фаворитом и сразу выбрал тактику навала, но ловкий бразилец умудрился сделать болевой захват, после которого бой был завершен. Сложно состязаться в габаритах с румынским бойцом Лунгу. Здесь он превосходил соперника почти на сотню килограммов, и это ему явно помогло. Уже через несколько минут он нанес сокрушительный удар, после которого никто бы не продолжил бой. Тот случай, когда никто не упрекнет себя в лишнем весе, а если упрекнет, то очень об этом пожалеет. В боксе разница в весе в 20 килограммов и разница в росте в 20 сантиметров почти смертный приговор для менее крупного бойца. Но только если этот боец не Майк Тайсон. 1 минута 19 секунд. Ровно столько потребовалось железному Майку, чтобы отправить рослого соперника в нокаут. В женских боях тоже случаются и неравные бои, и сенсации в них. Энн Вульф значительно уступала грозной Вонди Уорд и в росте, и в весе, но уже на второй минуте первого раунда случился нокаут, который назвали величайшим в истории женского бокса, ведь Вонди Уорд не смогли привести в чувство, и увезли с ринга только с медицинской помощью. Мэтт Хьюз смог повалить куда более рослого Ройса Грассию, и буквально начал мутузить его по затылку, поэтому рефери тут же прекратил бой, в котором Хьюз оказался победителем. Очень зрелищный и неожиданный исход. 47-летний заслуженный ветеран Кункли Тивадар выходил на бой против гиганта Боба Саппа, который был выше венгра на 20 сантиметров и тяжелее аж на 80 килограммов. Казалось бы, шансов у дедушки не было, но боец с невероятной статистикой не испугался гиганта, выждал момент и отправил на лопатки Саппа резким боковым ударом. Вот уж кто точно знает, что чем больше шкаф, тем громче падает. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. На сегодня это всё. Субтитры сделал DimaTorzok